Всероссийский изобразительный диктант – мероприятие, которое юные художники стараются не пропускать. Наоборот, с каждым годом участников становится всё больше. В четвёртом поединке знатоков живописи их 11. У каждого индивидуальное рабочее место и безграничный полёт фантазии. Для раскрытия одной из трёх предложенных тем. Мой наставник – герои моего края – сельские профессии. Я выбрала сюжет про работу лисоферма. Я хочу, чтобы звероферма процветала и у лисок были новые домики. Я выбрала как ветеринар лечить маленьких животных. Жалко, что нет в нашем теле ветеринара. Очень нужна профессия для любых животных. По моему представлению, герои нашего края – нефтяники. Я рисую, что нефтяник чинит буровую установку. На выполнение задания всероссийского изобразительного диктанта ребятам даётся три часа. За это время они придумывают сюжет, рисуют композиционный эскиз, переносят его на большой формат, насыщают рисунок цветовой гаммой. Для этого используют акварель, гуашь, цветные карандаши. Они должны сконцентрироваться, придумать что-то интересное, от начала до конца всё выполнить самостоятельно и показать, как они умеют работу начинать и заканчивать за определенный промежуток времени, без помощи взрослых. То есть идеи до окончания работы. Результативность участников во всероссийском изобразительном онлайн-диктанте открыла новые горизонты для школы. Теперь учреждение – инновационная площадка по развитию детской одарённости. Выбираются индивидуальные педагогические маршруты для наиболее одарённых детей. И программа, соответственно, подбирается. То есть получается, что в нашей школе работа с одарёнными детьми идёт вот в этом формате. Именно в формате передовых технологий и методик педагогических. В прошлом году сразу три ученика Ахтиурской детской школы искусств стали финалистами первого этапа всероссийского изобразительного диктанта. В этом году уверены, педагоги есть все шансы пройти намного дальше. Юлия Сизинцева, Сергей Суханов. Телевидение Нижневартовского района. Ахтиурия. Специально для Югра-24. Юлия Сизинцева, Сергей Суханов.